Итак, на нашем первом занятии мы с вами определились с тем, что первый наш проект это будет органическое моделирование. Вот, соответственно, мы будем с вами делать модель вот такого вот динозавра, Трицератопс называется он, травоядный динозавр, который когда-то ходил по нашей земле. Да, вот, сейчас остались только костяшки и больше ничего, но зато мы сейчас его вернем к жизни в трехмерном виде. Вот, значит, какой будет вообще процесс у нас работы над этой моделью? Значит, первым делом нам с вами нужно будет создать его геометрическую форму, но форму его сделать упрощенную. Дело в том, что основную часть работы за нас выполнит другая программа, не пакет 3D Studio Max, а программа, которая называется Moodbox. Это программа тоже компании Autodesk, те же ребята, которые выпускают пакет 3D Studio Max. Вот, значит, эта программа занимается двумя вещами. Первоначально она занималась только лишь цифровой лепкой, то есть позволяла вам работать с моделью так, как будто бы ваша модель, например, там, состоит из пластилина. То есть у этой программы есть кисти, эти кисти имеют силу нажатия, чувствительность к нажатию и, соответственно, чем сильнее мы оказываем влияние, как руками мы можем мять, вдавливать, вытягивать из пластилина. То же самое также с геометрией может вести себя и эта программа. И вот как раз она у нас будет основным инструментом здесь на этом этапе работы. Но есть один маленький нюанс, это то, что эта программа, она не может создать геометрию с нуля. То есть нет у нее возможности там абсолютно, скажем так, взять какую-то массу, кусок геометрии, да, массу пластилина и начать что-то из него лепить. У него такого нет, посему мы с вами все-таки будем использовать программу 3D Studio Max на двух этапах. Первое, до того, как мы отправим нашу модель в эту программу Moodbox, нам нужно будет получить упрощенный каркас этого динозавра, упрощенную форму. Он должен быть идентичен тому, что мы хотели бы получить в итоге, но не обязательно от нас будет требоваться там супер детальная проработка его формы. Только лишь общую форму. После этого, когда мы это сделаем из программы 3D Studio Max, мы эту геометрию экспортируем, передадим в эту программу Moodbox. И в ней уже начнем его дорабатывать, приводить его к тому виду, который нужно. Прорабатывать его основные формы, но опять-таки не сильно вдаваясь в детализацию. То есть, например, создавать фактуру шкуры на данном этапе мы не будем. После того, как в этой программе Moodbox мы получим финальную версию нашей модели, нам нужно будет ее перемоделировать. Что это значит? Дело в том, что когда мы будем использовать в программе Moodbox инструменты для цифрового скульптинга, то есть, которые искажают геометрию, они нарушают строение полигонов, нарушают так называемую топологию, то, как полигоны выстраиваются на нашей модели. И если мы потом захотим эту модель где-то использовать, обратно, например, для создания скелета, для анимации, мы этого не сможем сделать, потому что полигоны будут неправильно выстроены. Для того, чтобы они были выставлены так, как нужно, используется процесс ретопологии, то есть, процесс, который позволяет по правильной модели, по правильной имеется в виду уже законченной высокополигональной модели, которую нам сделает программа Moodbox, пересоздать правильный упрощенный низкополигональный каркас. Фактически это работает так, как мы просто наши полигоны приклеиваем к этой модели и поверх нее выстраиваем новый контур, новый корпус. Мы с вами сделаем эту модель. Для этих целей мы будем использовать другую программу, программа, которая называется Topogun. Ярлычок ее, у вас она тоже присутствует. Познакомимся с ней, она как раз и занимается функцией ретопологии. Она нам создаст нашу модель, такую, как нам нужно, правильную. И после этого уже эту правильную модель мы обратно вернем в программу Moodbox, детализируем буквально до того, что прорисуем там на коже все эти складки, которые у него есть. То есть, очень здорово детализируем ее. Оттекстурируем ее там же, нанесем на нее текстуры. И после этого обратно вернем весь этот материал в программу 3D Studio Max. Уже в программе 3D Studio Max мы будем настраивать финальный материал для нашего динозавра. Посмотрим, как там пойдет по времени. Возможно, я вам продемонстрирую, как создать скелет внутренний, для того, чтобы иметь возможность его, например, там как-то заставить двигаться, даже элементарно позу поменять. А может быть, даже там создать анимацию ходьбы какую-нибудь. Это, в принципе, не так уж сложно будет. И в программе 3D Max мы как раз уже и доведем эту модель уже до финального презентабельного вида. Вот таким вот образом. Поэтому, в принципе, основные программы, которые нам здесь будут нужны, первая это пакет 3D Studio Max, с которым вы уже знакомы. Программа Moodbox, с которой мы познакомимся в очень скором времени. Программа Topogun, которая вам на данный момент пока, скорее всего, не знакома. И, конечно же, когда мы будем говорить о текстурах, материалах, корректировках, настройках, нам понадобится еще программа Photoshop, с которой мы тоже будем работать для того, чтобы проработать наши текстуры или даже подкорректировать финальный рендер нашей модели, нашего динозавра. Вот таким вот образом, в общем, будет выглядеть наш процесс производства. Следующим этапом, следующим шагом я бы немножко хотел сказать о том, насколько важен и каким образом выполняется поиск материала. Это, в принципе, очень важный этап и ему стоит уделить достаточное количество времени, потому как, если вы недостаточно материала соберете, то у вас может быть неполное представление о том, что вы хотите сделать. Это, в принципе, нормально и, естественно, полностью получить информацию о объекте до того, как вы начинаете его делать. То есть, что значит получить информацию? Ну, во-первых, сделать, получить какое-то текстовое описание, то есть, прочитать, в нашем случае, если это динозавр, там трицератопс, узнать, когда он жил, как он жил, чем он питался, какой вел образ жизни. Почему это важно? Дело в том, что это все позволяет в будущем учесть это на нашей модели. Ну, например, допустим, зная, что это динозавр травоядный, вот, соответственно, можно, допустим, более правильно проработать его там зубы, да, потому что у хищников и у травоядных зубы принципиально отличаются. У хищников они острые, как ножи, вот, у травоядных они плоские для того, чтобы они имели возможность разжевывать пищу. Вот, это первый момент. Второй момент, раз он травоядный, то не исключено, что он мог становиться жертвой хищника, вот, а раз так, соответственно, на его теле могут быть какие-то следы таких схваток, да, то есть, какие-то шрамы, царапины, вот, это все придает реализма вашей модели. Поэтому перед началом любой работы нужно как можно больше получить информацию о том объекте, который вы делаете. Тогда же начнем элементарно размер, да, то есть, вот, допустим, размер очень важный момент, но мы можем его правильно не знать, если не найдем соответствующей информации. Вот, размер этого динозавра, его длина начиналась от 9 метров, то есть, взрослая особь, вот, длина, скажем так, вот, начала пасти до конца хвоста, вот, представляла себя 9 метров. От 9, то есть, 9 и больше и выше. Сильно высокими они не были, вот, но тем не менее, 9 метров тоже, в принципе, не маленькая, не маленькая махина такая. Вот, значит, после того, как вы общее представление о нем получили, следующим очень важным этапом идет сбор информации, так называемых референсов, да, то есть, каких-то образцов, фотографий, картинок, рисунков, которые позволят вам хорошо увидеть ваш, этот объект, вашу модель, которую вы в будущем будете создавать, вот, как можно точнее. То есть, я, например, покопавшись немножко в интернете, что, в принципе, имеется в виду под словом покопавшись в интернете, просто-напросто использовал поисковые системы для того, чтобы найти нужный материал. Вот, тот же самый Google, например, или Яндекс, любая поисковая система, в принципе, прекрасно с задачей справляется. Вот, начиная с элементарных запросов, там, допустим, динозавр, вот, уже можно, уже можно что-то увидеть, да, то есть, во-первых, там ссылки на Википедию, замечательный ресурс, в котором общую информацию можно получить. Если с текстовых режимов перейти на, допустим, показ картинок, то мы, соответственно, выполняем поиск по изображениям, и уже более точно можем конкретизировать ту группу, которая нам нужна. С нашим динозавром мы знаем, помимо того, что он просто динозавр, это еще его непосредственно название. Он называется Трицератопс, да, или Трицератопс, по-разному, как-то я слышал названия эти. Вот, значит, можно ввести следующую фразу для поиска, тогда вы еще более его сузите, вот, и, соответственно, будете находить тот материал, который больше, более прямое отношение имеет к тому, что нам нужно. По умолчанию, по крайней мере, если говорить о системе поиска картинок Google, вот здесь вот в фильтрах стоит, все ограничения выключены, вы находите разные картинки. Если вот курсор мышки поддержите, внизу увидите размер этой картинки. Нас будут интересовать картинки высокого разрешения, то есть чем больше картинка по размеру, ширины и высоты, тем лучше, потому что тем качественнее на ней будут отображения, тем лучше нам будет видно детали, которые для нас будут важны и нужны. Поэтому, как один из вариантов, по крайней мере, в Google, вы можете всегда отфильтровать вот изображения по разным критериям. Например, акцентироваться только на больших картинках. Вот, большие, это, как правило, там выше тысячи пикселей размер. То есть тогда вся мелочь уже как бы немножко отбрасывается. Первый момент. Второй, если нужно, можно, соответственно, более точный размер выбирать, там больше, чем выбирать разные режимы. Вот, это все позволит вам найти как можно больше информации по вашему объекту моделирования. Значит, при поиске фотографии нужно отталкиваться, конечно же, не только с точки зрения того, какой у нее размер и качество, а еще и непосредственно то, что отображается на этом файле, в этом изображении. То есть нам для моделирования очень важен и очень критичен будет вид сбоку, потому что, в принципе, мы будем его использовать как основу для того, чтобы выстроить стартовый каркас, то есть основную базовую форму, которую в дальнейшем мы сможем использовать. Поэтому при поиске картинок старайтесь обязательно по возможности найти виды, хорошие виды сбоку динозавра, хорошие виды спереди динозавра, если есть такая возможность, вот, сверху, снизу. То есть чем больше у вас есть изображений, которые вы можете использовать, тем, соответственно, лучше результат, потому что вы более точнее сможете выстраивать форму вашего объекта. Вот, то есть, например, для бокового вида очень хорошо подойдет это вот изображение, видите, оно довольно-таки большое, в высоком разрешении, вот здесь, здесь очень, в принципе, неплохо отображаются основные его формы, контуры. Опять-таки, нам сейчас не важна там супер детализация, пока наша задача только лишь базовый каркас получить. Вот, поэтому старайтесь как можно больше найти материала, который представляет четкие, хорошие виды с разных сторон, спереди, сбоку, сзади, сверху, снизу, это все позволит вам точнее понять его форму, ее проработать и реализовать. Помимо этого, очень важны перспективные ракурсы, потому что не всегда все хорошо видно на боковых видах. Вот, перспективные ракурсы позволяют вам тоже ощутить форму. Да, вы, конечно, не сможете ее использовать как основу, например, чтобы там загрузить в окно проекции и под нее моделировать, но она даст вам возможность просто ощутить форму. Особенно это будет важно, когда мы займемся на этапе скульптинга приведением этой формы к более правильной. То есть, ощутить эту форму мы сможем только вот без конца, заглядывая на эти фотографии. Вот, поэтому чем больше ракурсов, чем больше видов вы найдете этой модели, тем лучше, тем точнее можно будет эту форму, эту модель передать. Вот, и, конечно же, очень важный момент – это какие-то детали. То есть, хорошо, если вы найдете крупные ракурсы деталей. То есть, например, вот, как, допустим, здесь той же самой головы. То есть, вот крупная форма головы, и тут значительно лучше, чем на всех предыдущих картинках видно его фактуру. То есть, видно, как тут мышцы выстраиваются, вот, какая структура кожи у него, где какие костные конструкции. То есть, тут, допустим, у него кости идут в основании, это его короны, которые удерживают ее на голове. Вот, поэтому это очень здорово, это очень важный момент – понаходить такие детали. Вот, те же самые, возможно, там крупные ракурсы его лап, если есть такая возможность, чтобы лучше увидеть, как все это сделано. Так как гинозавры, в принципе, являются предками некоторых современных животных, как вариант, вы можете находить альтернативные фотографии просто современных животных. То же самое, допустим, там лапу, да, за основу можно взять лапу слона, например, хотя она, конечно, немножко отличается. Вот эта, потому что здесь действительно больше лапа, имеющая когти, у слона немножко чуть другая конструкция. Но, тем не менее, возможно, носорог, да, который не исключено, что может даже и его предком являлся данный динозавр. Может быть, с его тела можно какие-то подчеркнуть особенности анатомического строения, которые потом вы сможете перенести на модель. Вот, не обязательно, хотя очень здорово, если вы сразу найдете весь материал. Если нет, то какие-то вещи можно и в процессе искать. То есть, например, мы там занялись детализацией головы, понимаем, что у нас мало материала, мы снова обращаемся к поиску, снова стараемся найти материал. Вот, это нормально, это, в принципе, естественный процесс, поэтому вот так обычно вся эта система и выстраивается, выглядит. Вот, после того, как материал готов, следующим шагом мы, конечно, можем уже непосредственно заняться моделированием. Вот, поэтому, в принципе, вот как раз с этого мы с вами и начнем. Вот, воспользуемся данными изображениями для того, чтобы начать его форму упрощенную получать, которую в дальнейшем сможем с вами детализировать. Давайте сейчас еще разочек пробежимся по нашим картинкам, посмотрим, какой из них будет. Какая из них будет иметь хороший боковой ракурс, чтобы мы его могли использовать так, чтобы размер был более-менее приемлем. Вот, например, вот это зеленое изображение, вроде бы как оно и в размере ничего, но здесь какая-то у него пасть немножко нереальна, если вот сравниться с многими другими изображениями, больше вытянутая. Вот, поэтому, наверное, мы вместо нее возьмем другое изображение. Вот, 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 вот. Вот это, наверное, оно, в принципе, и в размере таком ничего не супер, конечно, можно было бы побольше, но что есть, то есть. Но здесь как-то более четкая его форма видна, хорошо нарисована, более профессиональным художниками как-то. И пасть лучше видны, многие другие атрибуты. Вот, лучше видны, явно вот так вот присутствуют. Вот, поэтому возьмем ее за основу, и, соответственно, на базе этой формы будем получать нужный нам объект. Значит, перед тем, как мы начнем моделирование, нужно, конечно же, сделать небольшую еще заготовочку. Значит, я сам материал буду хранить на диске D в папочке CG Students. Вот, и, соответственно, первым делом мне нужно создать папку проекта. То есть, так как мы с вами уже на новом уровне общаемся, вот, мы уже люди не нулевые, кое-что уже знаем. Вот, создание одной папки проектов, в которой будет храниться весь материал, это более профессиональный подход к работе. Почему? Потому что, во-первых, у нас будет много программ использоваться. Во-вторых, мы будем разный материал в процессе работы создавать на разных этапах. И очень хорошо, если он будет весь нормально, структурировано, правильно храниться. Что потом мы с вами в попыхах не бегали, а где то, а где это. Вот, мы создаем одну папку проекта, внутри которой будет лежать все, что нам нужно. Поэтому, допустим, в моем случае на диске D в папочке CG Students, вы у себя точно так же это можете сделать в своих папках. Вот, мы создаем папку проекта. Я создаю пустую папку, которую так и называю, например, Dino, пусть так она называется. Вот, внутри нее будет материал по моему динозавру. Зайдя в нее, вот, я следующий момент сразу учитываю. У меня программа 3D Studio Max не единственная программа, которая будет использоваться в процессе создания этой модели. Программ будет несколько. И если я только лишь внутри одной этой папки буду все хранить, то потом мне будет тяжело понять. Ну как, по иконкам, конечно, будет видно, где Max файл, где там файл программы Mootbox, где файл программы Topogun, где там текстура. Вот, но опять-таки это усложняет работу. Поэтому я вам рекомендую внутри вашей папки проекта создавать дополнительные папки под каждую из программ, в которой вы будете работать. Например, для... сейчас мы начнем с программы 3D Studio Max, поэтому для нее я делаю вот такую вот папочку с таким вот названием. Почему именно такое название 3ds Max 2011? Ну, во-первых, по первой фразе 3ds Max я понимаю, что это папка для программы 3D Max. И в ней будет храниться все, что будет делаться в этой программе. Надпись следующую 2011 я делаю по той причине, что лично мне приходится работать с разными версиями программ. Там 2009, 2011, 2012. И напомню вам, в принципе, возможно помните то, что разработчики Max ввели такую хитрую политику, то что версии, созданные в программах уровня выше, версии выше, в нижних версиях не открываются. То есть, например, сделав файл в 2011 версии, в 2009 он уже не откроется. Это, конечно, лично я считаю неправильно, потому что от версии к версии ничего не появляется такого супер-мега-глобального, что не работало бы с другой сценой. А зачастую, чаще всего, приходится переносить геометрию, материалы, настройки освещения. Эти вещи давным-давно уже не меняются в программе. И поэтому, в принципе, это чисто такой хитрый ход для того, чтобы покупали новые версии. То есть, соответственно, шел доход. Поэтому, так как я проработаю с разными версиями, чтобы через какой-то там год, например, если мне вдруг придется к этому проекту вернуться, я не вспоминал, а с какой же версии не переоткрывал в разных программах, в надежде, что в какой-то дооткроется. Я делаю приписку версии, чтобы потом мне было проще найти. Вот как раз именно эта папочка 3ds Max 2011 и будет у меня папкой проекта для программы 3ds Max. Поэтому первым делом нам нужно сделать непосредственно эту папку папкой проекта. Пока мы это просто папка, внутри нее ничего нет. Давайте запустим программу 3ds Max и, воспользовавшись ее инструментарием, сделаем с вами эту папку в качестве папки проекта. А после этого уже можно будет приступить к этапу моделирования. Опять-таки, напомню вам, мы сейчас, наша задача создать просто упрощенную форму, которая похожа на то, что нам нужно, но не идеально передает конечный результат. Итак, вот программа запущена. Следующим шагом нам нужно установить папку проекта. Значит, напомню вам, у нас есть разные способы, как это делать. Через главное меню файл. У нас здесь есть категория manage управления. И здесь есть, сейчас еще разок, кто это спрятался. Спрячется. Set project folder. Команда в этой группе manage set project folder. Установить папку проекта. Это та команда, которая делает эту функцию. Либо ее иконка в 11 версии выведена еще вот здесь. Вот она, папка проекта. Поэтому можно щелкнуть также по ней. В результате открывается окошко с запросом на то, какая папка проекта будет у нас теперь использоваться. Я, соответственно, указываю мой диск D. Вот. Открываю его папочку CG students. Открываю ее. Нахожу здесь мою папочку Dino. Открываю эту папку. И внутри этой папки выбираю папку 3D Max. То есть, именно эта папка будет папкой проекта. Если вы выберете папку Dino в качестве папки проекта, то внутри нее создастся нужная структура. И опять-таки, потом это будет приводить к тому, что трудно будет понять, от какой программы это файлы. Поэтому у каждой программы будет своя папка. В случае с Max это вот эта папка. Когда она выбрана, имя ее здесь продублировалось внизу. Остается нажать только ОК. И теперь программа знает, с чем мы работаем. Если курсор мышки навести на эту иконку, тут выскочит подсказка, где видно, что путь именно тот, который мы указали. Dessage, students, Dino, 3D Max 2011. Если теперь зайти в эту нашу папочку 3D Max 2011, мы увидим, что внутри нее создалась целая структура папок. Включая и файл с описанием проекта с расширением MXP. В котором как раз и описывается, для чего эти папки используются, что в них хранится. Напомню вам по папкам проекта. Значит, нам с вами здесь понадобится несколько папок. Первая папочка с названием Synth, сцены. В ней как раз будут храниться наши сцены. Max'овские сцены все будут сохраняться здесь, внутри этой папки. И чуть позже, когда мы с вами дойдем до этапа текстурирования, текстуры мы будем хранить в папочке Synth Assets, то есть материалы, которые используются в сцене, в под папки Images, внутри этой папки. То есть вот тут будут лежать наши текстуры. Эти папки являются стандартными, поэтому если вы будете именно в них сохранять материал, программа легко найдет путь ко всем этим текстурам, ко всем материалам. Помимо этого, нам с вами понадобятся еще папочки Import и Export. В папку Import у нас будет сохраняться материал, который мы из программы будем экспортировать. То есть мы будем, соответственно... Ой, прошу прощения, который мы будем экспортировать в папочке Export будет храниться. То есть в этой папке будут те файлы, которые мы будем в дальнейшем открывать в программе Moodbox для проработки, для детализации. А папка Import это та папка, в которую нам нужно будет сохранять материал, который мы обратно возвращаем в программу. Это уже после того, как мы сделаем процедуру ретопологии, перестройки полигональной сетки, мы обратно ее, используя папку Import, забросим в Max. И там уже будем, если нужно, прорабатывать. Вот таким вот образом. Вот это основное, что нам пока понадобится. Время от времени, это ближе уже к концу проекта, мы будем папочку Preview использовать для сохранения тестовых рендеров наших. И папочку Render Output, в которой будут храниться финальные результаты нашей визуализации, нашей уже законченной модели. Вот это немножко по папке проекта. То есть теперь, видите, если я нажимаю, допустим, кнопку Сохранить, Сохранить мою сцену, у меня автоматически сохранение происходит в мою папку проекта. Смотрите, DiskDesk, G-Students, Dino, 3D Max, Сцены. То есть вот чем хорошо вести папку проекта. Материал легко и просто находится как вами, так и программой. В случае, если, например, вам нужно будет в дальнейшем, а в принципе вам это нужно будет, материал переносить между домом и здесь классом, чтобы некоторые вещи доделывать тут, кое-что дома, все, что вам будет нужно, так это просто общую папку проекта заархивировать, на флешке перенести и разархивировать ее здесь. И в программе 3D Max указать папку, в качестве папки проекта эту папку. И все, он ее подхватит, сразу находятся все текстуры, все материалы, и вы сможете работать. То есть у папки проекта огромное преимущество, связанное с тем, что она позволяет вам от хаоса избавиться. Хорошо, папка проекта задана, идем дальше. Следующим шагом единицы измерения. Это тоже имеет смысл не забывать делать, потому что это в принципе пока не так критично, но в дальнейшем, когда нам нужно будет модель привести к нормальному размеру, это будет важно. Поэтому имеет смысл это задать сразу, после того, как мы установили папку проекта. Значит, меню Customize, Unit Setup, вот те вещи, которые у нас задают единицы измерения. Вот, значит, так как это наша модель имеет довольно-таки размеры большие, то в качестве единиц измерения, я думаю, мы с вами остановимся на метрах. Потому что его размер 9 метров, это довольно-таки немаленький. В сантиметрах слишком большие будут цифры, в миллиметры и подавно. Вот, то есть метры здесь будет самый хороший вариант. Поэтому в этом окошке мы выбираем в категории Display Unit Scale метры, метрическая система, и находим здесь в выпадающем меню метры. Тем самым подтверждаем программе, что именно эти единицы у нас будут с вами использоваться, именно с ними мы будем работать. Вот, в принципе, вся подготовительная работа сделана. Следующим шагом мы можем с вами уже непосредственно заняться тем, что использовать наше изображение для работы. Значит, что я сделаю? Первое. Мне сейчас, в принципе, понадобится два файла, так как я сейчас буду работать с основным каркасом. Мне понадобится два файла. Первый файл – это вид сбоку. Вот, мы сказали, что мы остановимся на вот этом изображении. А вид второй – это вид спереди. Можно взять вот этот файл. То есть здесь, в принципе, вид спереди для чего нам нужен? Для того, чтобы увидеть структуру построения лаб, вот, как они идут, и некоторые виды боковые, которых мы с вами не… некоторые виды, вернее, некоторой части конструкции, которые мы с вами не увидим на виде боковом. Вот, в частности, вот эту вот корону вокруг его головы. Вот она у нас не отображается на боковом виде. Нельзя понять, насколько у него там большой радиус, размер. Здесь у него вот очень интересная такая необычная форма скулы. Вот, поэтому нужно эти все вещи тоже нам учитывать. Поэтому вот эти два файла мы можем с вами использовать для этой работы. Значит, так как картинки эти у нас разные, вот, по размерам они немножечко у нас не стыкуются, не подходят друг к дружке, нам, соответственно, имеет смысл вот, их как-то немножечко состыковать, подогнать, потому что в будущем, когда мы их будем использовать в качестве чертежей, в качестве ракурсов, для того, чтобы процесс моделирования у нас шел, так как нам нужно, нам разные эти размеры будут создавать ряд проблем. Значит, что мы можем сделать? Есть несколько способов, как мы можем эту проблему решить. Способ первый, это воспользоваться программой Photoshop, для того, чтобы подогнать эти картинки в правильное соотношение относительно друг друга. Вот, тогда нам значительно меньше придется делать работы в пакете 3D Studio Max по подгонке этих картинок одна к другой. Вот, и второй вариант, это, соответственно, просто забрасывать их отдельно в программу, и там в программе непосредственно уже пользоваться ими, как конструкциями, которые позволят нам чертить форму, но тогда нужно будет каждый раз менять размеры, вот, подгонять их, для того, чтобы форма соответствовала тому, что нам надо. Поэтому давайте попробуем, наверное, воспользоваться вариантом первым, то есть потратим чуть-чуть больше времени, но в программке Photoshop сделаем эти изображения идентичными, одинаковыми друг для дружки, вот, а потом воспользуемся ими для работы. Итак, первым делом мне нужно эти изображения открыть в программе Photoshop, поэтому, в принципе, обычно запустив там ярлычок, через команду File Open мы их можем открыть. Запустим программу. Так, есть. И теперь, соответственно, откроем эти изображения. File Open. И нужно нам с вами обратиться туда, где находятся у нас эти материалы. В моем случае они на диске E, в вашем случае они будут лежать на компьютере MainCG Students. Вот. Но я вам рекомендую эту папку тоже переписать к себе локально, потом со временем, чтобы иметь возможность с ней работать. Так, значит, вот они, курс моделирования. И вот наши файлы. Значит, вот одно изображение я выделяю, и с клавишей Ctrl выделяю второе, то есть сразу два. Помечаю, чтобы сразу их оба открыть. И нажимаю открыть. В результате они у меня открываются. Значит, здесь сейчас я использую версию Photoshop CS4. Вот. Но на самом деле вы можете пользоваться любой версией, как ниже версии, ниже уровнем, так и выше уровнем. Потому что, в принципе, те инструменты, которые мы с вами будем использовать, начиная еще с пятой версии Photoshop, которая там 10 лет назад была выпущена, не поменялись. Значит, единственное, что в этой версии CS4, отличие в том, что каждый из документов открывается в виде отдельной вот такой вот закладки. И эти щелкая между ними, мы видим то один, то второй. Ну, в моем случае мне их нужно перенести на одну форму. Вот. Как я буду выполнять сейчас процесс стыковки, подгонки частей его. На самом деле совсем не сложно. Я голову перенесу на это изображение. Сюда, где у меня есть боковой вид. Вот. После этого расширю немножечко размеры этого документа, потому что иначе у меня будет пересекаться голова вот с его телом. А дальше, используя так называемое направляющее, я смогу состыковать нужные размеры. Значит, первым делом давайте перенесем этот документ. Для этого нам нужно его, соответственно, отсюда скопировать и забросить на новый документ. Для копирования у нас с вами есть замечательная функция. Вот. Так как мы будем копировать весь документ, то самый быстрый способ это просто нажать комбинацию Ctrl-A, то есть выделить все. Когда вы это делаете, у вас появляется рамка выделения в фотошопе, которая сразу по размеру документа отображается. Если вам нужно произвольное что-то, вот здесь вот, с левой стороны отображается панель инструментов. Вы можете здесь найти инструмент выделения, вот он. Rectangular Marky Tool. Вот. Челкнуть по нему, и тогда в окне проекции щелчком левой клавиши мышки, не отпуская ее, вы можете выделить нужный вам участок. Но в нашем случае именно Ctrl-A более быстрый способ. Когда рамочка отобразилась, то значит, что она пометила некий участок. Теперь мы этот участок можем скопировать. В меню Edit у нас есть команда Copy, либо комбинация Ctrl-C, знакомая вам по работе с операционной системой. Вот. Мы с вами копируем это изображение. Оно сейчас копировалось в буфер. Во временной области там и находится. Теперь мы возвращаемся на наше второе изображение. Вот. И теперь нажимаем команду вставки. В меню Edit команда Paste, или комбинация Ctrl-V. Вот. Сделав это дело, мы, соответственно, поверх нашего изображения отображаем второе. Значит, очень важно в программе Photoshop работать с панелькой с названием Layers. Слои. Она по умолчанию отображается всегда в правой нижней части экрана. Если вдруг она по каким-то причинам не отображается, ее всегда можно включить через меню Windows. Здесь всегда можно включить любую из панелей, найти здесь панель с названием Layers и по ней щекнуть. Ну, так как уже галочка стоит, значит, она работает и отображается. Photoshop тем и силен, что у него есть слои. Благодаря этим слоям мы с вами имеем возможность разносить наши части изображения на разные слои, на разные уровни. И работать с ними индивидуально. То есть, работа с одним не оказывает влияние на другое. Это очень замечательная вещь. Но сейчас, как видите, у меня это изображение перенеслось. Оно очень большое. Мне его нужно уменьшить, чтобы их головы более-менее состыковались. Я это сделаю сейчас, но предварительно хотел бы увеличить размер, общий размер моего документа. Потому что эту голову мне нужно будет куда-то смещать. А смещать мне ее как бы некуда. Поэтому я увеличиваю размер документа. Увеличить размер холста, так называемого, то есть той области, на которой вы можете выполнять какие-то манипуляции, рисовать и делать прочие вещи, можно всегда через меню Image, у нас здесь есть такой режим Canvas Size, размер нашего холста. Щелкнув здесь, у нас открывается окошко, в котором программа спрашивает нас, пишет, во-первых, старое значение размера. Width это ширина, height это длина. И тут мы можем написать нужные значения. Нам сейчас нужна ширина документа. Вот это значение. Оно у нас стоит 800, нам нужно чуть больше. Поэтому я напишу, например, допустим, может быть там 1200 где-то. Все, значение это просчитывается в пикселях по умолчанию. Вот здесь вот внизу мы можем указать, куда будет у нас происходить увеличение документа. Сейчас видно по стрелочкам, оно будет происходить во все стороны. Мне хотелось бы, чтобы оно только вот в эту сторону нарастилось, то есть только сюда, а в другие стороны нет. Если я хочу это сделать, все что мне нужно, так это просто щелкнуть по вот этой кнопочке. Тем самым, видите, смотрите, стрелочки, стрелка вот сюда пропадает. То есть теперь мое изображение в эту сторону не будет растягиваться. Фактически то, что я сейчас делал, это я сказал о том, что мое изображение должно быть пристыковано к левой части, а увеличиваться оно должно в правую сторону, ну, наверх, но так как мы верхнее значение не меняли, то оно наверх не увеличится, а вот в сторону – да. И после нажатия кнопки «Ок» у меня, соответственно, расширяется моя панель, видите, документ становится больше. Я могу теперь сюда поместить мою голову. Процесс перемещения слоя активного. Активным слоем является тот слой, который подсвечен в палитре. Вот я щелкаю, подсвечен нижний, еще раз верхний. Я щелкаю по верхнему и беру инструмент перемещения. Вот он на самом верху, на панели инструментов. Взяв его, я могу щелкнуть по нему левой клавишей мышки, не отпуская им манипулировать, двигать его. Но сейчас по-прежнему я как бы его отодвинул, все хорошо, но размеры их неадекватны друг к другу, и мне будет трудно моделировать. Я моделирую по этому виду, а тут голова в три раза больше. Мне нужно, соответственно, увеличивать масштаб моей модели, чтобы состыковать здесь. Поэтому нам нужно эти модели состыковать. Процесс стыковки очень удобно делать, используя направляющие. В программе Photoshop в меню View, Виды, можно включить направляющие. Вернее, не направляющие, а линейки, а уже из линеек получить направляющие. Вот смотри, смотрите, в меню View, Вид, команда Rulers, линейки, комбинация, кстати, Ctrl-R, стандартная комбинация, может нам позволить создать так называемые линейки. Если я щелкну по ним, по этой команде, у меня вот сверху документа и с левой стороны документа чертятся так называемые линейки. Они в пикселях, в данном случае, в пикселях показывают размер моего изображения. Так вот, эти линейки, они могут создавать направляющие. Если левой кнопочкой мышки щелкнуть по линейке и не отпуская начать ее тащить вниз, у нас тянется вот такая вот линия, которая является направляющей. Эти линии, если они не нужны, точно так же можно убирать. Смотрите, курсор мышки на нее навел, он принял такой специфический вид, щелкнул и не отпуская, вытаскиваю ее туда вот за линейку и отпускаю. Она автоматически удаляется. Точно так же я могу поступить и с этой вертикальной линейкой. Вытащить направляющую, если нужно убрать. Направляющих можно создавать сколько угодно. Секундочку, это мы не зато потянули. Вот, за линейку и перетащили. Вот сейчас я как раз воспользуюсь моими направляющими. Сейчас, одну секундочку. Так, все. Вот, я сейчас как раз направляющими воспользуюсь для того, чтобы создать несколько линий, по которым буду выравнивать моего, этого динозавра. Вот, и смотрите, одну линию я ставлю здесь вот в районе его короны. Вот, есть другую линию, например, в районе, допустим, тут начала рога. Вот, третью там в районе глаза. То есть я стараюсь находить какие-то опорные линии, которые одинаковые должны быть как на виде сбоку, так и на виде спереди. Вот, дальше, например, можно сделать такую же где-то вот тут, в этом месте, где там, например, заканчивается эта корона. На уровне, допустим, там рога его, на уровне, допустим, пасти, вот, спины. Соответственно, на уровне там лап приблизительно где-то как-то. То есть вот у меня есть эти мои направляющие. Значит, кстати, с документом вы можете всегда делать манипуляции, если захотите. Вот, значит, используя вот такой вот инструмент, инструмент ручка, такая вот, PanView или HandTool, он, кажется, тут называется. Если щекнуть, можно, видите, документ наш перемещать. Кстати, горячая клавиша на этот инструмент, клавиша пробел. То есть если вы находитесь в каком-то любом другом инструменте, например, сейчас в инструменте перемещения, зажав пробел на клавиатуре и удерживая его, у вас этот инструмент временно станет инструментом перемещения. Хорошо, значит, вот я теперь подбираю вид и начинаю делать манипуляцию с моим изображением. То есть мне теперь нужно вот этого моего зеленого динозавра подогнать так, чтобы вот эти линии более-менее состыковались. Почему более-менее? Потому что это рисунки разных людей, ни одного человека, даже один, когда рисует, бывает очень трудно нарисовать так, чтобы стыковка идеальная вышла. А это разные картинки, и поэтому не факт, что они состыкуются идеально. Не исключено, что какие-то расхождения могут быть. Но главное, чтобы они не сильно отличались. То есть если это глаз, он должен быть на уровне глаза, а не на уровне верхушки короны. То есть нам проще будет моделировать. То есть видно, что наше изображение вот это, оно сейчас большое, его нужно уменьшить для того, чтобы оно состыковалось. Уменьшить активный слой, тот, который сейчас вот я двигаю, вы можете, используя в меню Edit команду Free Transform. Или комбинацию Ctrl-T, которая по умолчанию ей назначена. Вот, я щелкаю по этой команде, и в результате у меня вот какая происходит интересная штука. Вокруг моего документа чертится вот такая рамочка трансформации, по углам которой есть маркеры. Если за эти маркеры щелкнуть, я могу менять размер картинки. В этом направлении, в этом направлении, в этом, в этом, как захочу. Но мне сейчас, видите, не совсем удобно. Я потерял пропорцию изображения за счет того, что начал его двигать не пропорционально, а каждую индивидуально. Вот, поэтому нужно заново ее вызвать, потому что сейчас ее настроечки расположены вот таким образом, и сбросить их уже никак нельзя. Вот тут наверху есть кнопки. Одна из них отменяет действие, другая применяет. На клавиатуре эти клавиши Escape, отмена действия, либо Enter, подтверждение. Поэтому я нажимаю Escape для того, чтобы отменить появление этой рамки, и еще раз нажимаю Ctrl-T. Она теперь появляется уже правильно, и изображение пока у меня без искажений. Следующим шагом моя задача его пропорционально смасштабировать. Это можно сделать, используя угловой маркер, но не просто так, а зажав клавишу Shift на клавиатуре. То есть Shift при зажатом Shift мы с вами делаем трансформацию, сохраняя пропорцию слоя. Отпустил мышку, отпустил Shift. И теперь, соответственно, подбираю. То есть моя задача выставить их таким образом, чтобы они более-менее начали, эти линии, эти направляющие более-менее начали стыковаться. То есть вот, видите, верхушка короны, я ее стараюсь подобрать так, чтобы она тут была. Вот видите, у меня тут рога здесь заканчиваются, тут они так нарисованы. То есть вот уже небольшие расхождения. Но нам главное, чтобы голова более-менее стыковалась и читалась, чтобы нам проще было форму. Теперь немножко низ подтягиваю тоже с клавишей Shift. И стараюсь сделать так, чтобы линии на виде сбоку состыковались более-менее с линиями на других видах. То есть глаз на уровне глаза, корона на уровне короны и так далее. То есть чем точнее вы эту процедуру сделаете, тем лучше и тем проще потом нам оставшиеся манипуляции выполнять. Вот, допустим, приблизительно вроде бы как я получил то, что нужно. Вот как выглядит наш кусочек. Видно, что более-менее совпадают части. Может тут глаз не совсем идеален. Немножко этот по центру, здесь он как бы сверху. Но тем не менее основные элементы уже состыкованы. То есть уже нам будет немножко проще при построении такой вот формы. Вот, не все. Видите, здесь, например, низ заканчивается тут. Здесь он чуть ниже. Вот, но главное приблизительно. То есть мы не будем идеально по нему моделировать. Наша задача в общем эту форму передать. Может быть, немножко лапу чуть так потяну как-то. Так, ну вот так, допустим. В конце, когда я выполню трансформацию, не забывайте или нажать этот значок или клавишу Enter для того, чтобы эта трансформация применилась. Все, вот теперь они у нас выровнены так, как нужно. Правильно. И мы, соответственно, можем с вами их использовать. Если нужно, я могу сдвинуть его в сторону. Тут вот один такой интересный момент. Если я сейчас просто начну двигать, видите, я потеряю ту позицию, то положение, которое я только что выравнивал. Поэтому нажимаю Ctrl-Z, отмену действия. Вот, чтобы двигать объект в каком-то одном направлении, в вертикали или в горизонтали, вы опять-таки можете зажимать клавишу Shift. Вначале зажали Shift, потом начали перетаскивать. Вот сейчас, смотрите, он двигается у меня только вбок. Если я подниму курсор вверх, он будет двигаться вверх. Ctrl-Z, Shift, еще раз и немножко его в сторонку, так, чтобы они просто друг другу не мешали эти изображения. Есть. Направляющие мне не нужны, я их могу удалять, можно их очистить быстро, можно их спрятать, если они на время не нужны, смотрите, у нас есть кнопочка группа команд, сейчас, 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 а вот группа команд шоу, показывать, шоу, и вот здесь в этой группе команде шоу есть у нас гайц, это как раз и есть наши направляющие, их можно спрятать на время, то есть не удалять. Если они вообще не нужны, то проще воспользоваться командой вот Clear Guides, очистить направляющие. Вот, в нашем случае мы уже подогнали, выстроили, они нам не нужны, поэтому мы их очищаем. Все, вот они у нас ушли, вот у нас есть наше изображение готовое, мы теперь можем с этим изображением работать. Но, эти картинки нам нужны по отдельности, нам не нужно, чтобы в одном изображении у нас было все сразу, нам нужен отдельный вид этот, отдельный вид вот этот. Вот, как нам это с вами получить? На самом деле совсем не сложно. Первым делом нам с вами нужно сделать выделение по той форме, которую мы хотели бы с вами вынести. То есть, смотрите, я включив инструмент это прямоугольное выделение, отсюда, с верхнего левого угла, черчу где-то приблизительно вот сюда. То есть, я создаю рамочку только для одного моего динозавра. Вот, есть. Значит, и теперь ее хочу сохранить как отдельный документ. Тут какой момент сейчас важен? Сейчас у меня стоит активный слой вот этот, с моим динозавром зеленым. Видите, он подсвечен синим цветом. Это значит, если я сейчас воспользуюсь, например, функцией копирования, он мне будет копировать то, что находится на активном слое. А на активном слое в этом месте ничего нет. Поэтому он мне ничего не скопирует. Поэтому мне нужно или переключаться на тот слой, с которого я хочу скопировать, или пользоваться в меню Edit не просто командой Copy, а команда с названием Copy Merge. Эта команда копирует все слои вниз, вне зависимости от того, сколько их и какой активный. То есть, все, что находится под рамочкой выделения, неважно на каком оно слое, все будет скопировано. Поэтому давайте воспользуемся этой командой. Copy Merge. Щелкаем по ней, и она копирует фрагмент. Теперь этот фрагмент я могу с вами сохранить. Но единственное, что мне нужно его сохранить, сохранять программа может документ. А сейчас у меня не документ, а просто выделение. Поэтому после того, как я скопировал мое изображение, мне нужно создать новый документ. Я захожу в меню File, New. File New создает новый документ. Новый чистый бланк, скажем так, который мы можем, новый чистый холст, который мы можем с вами расписывать, если нужно. Комбинация Ctrl N, ну, типичная для многих программ. Щелкнув по ней, у нас с вами открывается окно создания нового документа. Нам здесь можно ничего не менять. Дело в том, что мы не зря предварительно до вызова этого окна скопировали наш слой. Когда происходит копирование, и после этого сразу идет команда создания нового документа, размеры документа точно такие, как размер рамочки для копирования. То есть, если я теперь в этом окне ничего не меняю, я просто нажму ОК, у меня создастся новый документ. И в этот новый документ будет идеального размера под тот кусок, который мне нужно вставить. Все, что мне осталось теперь сделать, это в меню Edit воспользоваться командой Paste, вставить. И у меня этот фрагмент четко помещается сюда. Вот теперь этот вот документ, где только этот динозавр и больше ничего нет, я уже могу сохранить. Я захожу в меню File, команду Save сохранить, выскакивает окошко с запросом на то, что я буду сохранять. Вот, значит, первое, куда я буду сохранять? Я буду сохранять мою папку проекта. То есть, на диске D, папочку CG Students, папочку вот эту нашу Dino, 3D Max, вот здесь папочка Synesets. Я сейчас буду использовать эти рисунки в качестве чертежей окна проекции, поэтому мне нужно, чтобы они программой нашлись легко. Я захожу в Synesets, папочку Images, изображение, и тут задаю имя. Там, например, допустим, Dino, там сайт, вид сбоку, например. Вот. Формат файла имеет смысл выбирать какой-нибудь маленький. JPEG подойдет идеально, потому что он довольно-таки маленький по размеру. Единственное, что, после того, как вы нажимаете кнопку сохранить, у вас открывается окошко с запросом на качество сохранения. Здесь выбираете степень качества повыше, потому что JPEG очень здорово может оптимизировать изображение, сжимать его, он будет маленьким, маленького размера, но проблема в том, что это влияет на качество, а нам нужно, чтобы качество было хорошее, потому что нам нужно эти картинки хорошо в окне проекции видеть. Поэтому я или вот тут выбираю максимум, или с помощью бегунка выбираю это значение, где-то не меньше 10. И нажав ОК, у нас происходит сохранение этого документа. Замечательно, документ у нас сохранился, все здорово. Следующим шагом мы можем вернуться к нашему документу. Сейчас у меня немножко пропала моя палитра. Сейчас, одну секундочку. Интерфейс тут, видать, где-то что-то нажал в процессе работы. Так, 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 так. Вот, значит, если нужно, в фотошопе, используя клавишу F, F, вы можете перебирать разные виды того, как интерфейс будет выглядеть. То есть, циклически щелкая по ней, можно выбирать. Это я сейчас перебираю, нахожу режим, когда вижу мои закладки. Вот они, я могу, пользуя крестик, ее закрыть. Сохранять ее не буду, я ее уже сохранил. Вот, и возвращаемся к следующему виду. Значит, следующий, это вот этот наш динозавр, который нам тоже нужно привести в порядок. Значит, мы это сделаем точно таким же способом. То есть, я точно так же создаю рамочку. Черчу ее так, чтобы только он, этот динозавр, у меня входил в пределах этой рамки. Вот, если нужно, я эту рамку могу двигать. Опять-таки, этим же инструментом выделения я могу существующее выделение немножко корректировать, делаю его по центру. И теперь делаю то же самое. В меню Edit, команду Copy Merge копирую все, что есть. Это что-то, видать, уже устал, наверное, работать. Какие-то уже чудеса происходят. Вот, в меню File, команду New, создаю новый документ. Размеры точно такие же, как рамка для выделения. Нажимаю ОК, создается новый документ. И в меню Edit, команду Paste ставить, или Ctrl-V. Вот у меня в новом документе мой, это динозавр. Точно так же, File, Save, я его сохраняю. Он мне сразу же предлагает в эту же папку сохраниться, он запомнил путь предыдущего сохранения. Остается только выбрать формат и имя. Это вид спереди. Сохранить, степень 10, да, ОК, есть. Так, сейчас снова подберу вид, при котором видно закладки мои. Этот документ можно не сохранять, он уже сохранен. Вот, этот, где я их смешивал, один и второй, можно, в принципе, сохранить. Поэтому я, воспользовавшись командой File, Save, сохраню туда же, где и предыдущие картинки. Так, так, вот, сохраню ее только как PSD формат, то есть родной фотошоповский документ. Это нужно мне для того, чтобы в случае необходимости я мог его открыть и снова видеть мои слои, снова с ними манипулировать. Потому что JPEG формат, он слоев не сохраняет, все склеено в один слой. Вот, назову как-нибудь там DinoRefs, то есть, вот, образцы этого Dino. Так, сохранить, все, он сохранился, тут либо вот запросы можно нажать ОК. Вот, в принципе, и все, вся работа сделана. Программу эту уже теперь можно закрыть, либо там крестиком, сейчас он у меня не захотел отображаться, либо через exit, выход. Если что-то было не сохраненное, переспросит, но нам ничего это сохранять не нужно. Поэтому нам этого будет достаточно. Вот, вот теперь наше изображение у нас уже с вами есть, уже готовое. Мы их можем с вами использовать непосредственно в нашей программке 3D Studio Max. Итак, следующим шагом, после того, как мы с вами подготовили наши изображения, к тому, чтобы их использовать, нам нужно будет загрузить эти картинки в окна проекции. Здесь мы будем делать не совсем обычно, не так, как мы это делали раньше. В свое время на базовом курсе, когда мы с вами проходили и что-то обрисовывали, используя чертеж, мы загружали просто в окно проекции эти картинки, и этого нам хватало вполне. Сейчас же мы поступим немножко иначе, потому что дело в том, что наши эти изображения, мы их можем в качестве фона в окно проекции загрузить, но иногда бывают ситуации, когда есть необходимость с ними выполнять кое-какие манипуляции. И в окне проекции не всегда это, получается, сделать можно. Хотя нужно, в принципе, проверять, потому что этот способ, о котором я хотел вам сказать, он немножечко сложнее, хотя тоже, как бы, иногда, кроме как, этим способом по-другому не сделаешь. Ну, для начала, может быть, даже давайте проверим наш старый добрый вариант, так как мы картинки стыковали, подгоняли по размерам, может, они подойдут. Значит, у нас есть вид с левой стороны, лев, и вид, соответственно, спереди, фронт. Это два вида, которые мы будем использовать. Давайте вначале попробуем старый подход к этому делу. Если не подойдет, значит, переиграем по-другому. Итак, напомню вам, значит, в меню Views, виды, в категории Viewport Background, фоновое изображение, у нас есть точно такая же команда Viewport Background. Или проще всего запомнить комбинацию клавиш Alt-B. С ней побыстрее это все получается сделать. Самое главное, не забыть предварительно поставить активным то окно проекции, которое вам нужно. В нашем случае это вид слева. Вызываем команду, открывается окошко. Первым делом с кнопочкой File указываем путь. Видите, смотрите, он сразу обращается в папку нашего проекта, в подпапку Images. То есть это то место, где он по умолчанию ищет то, что ему нужно. Значит, нас интересует вот этот динозавр, диносайд, вот эта картинка, так как мы ее вид слева. Это как раз и есть один боковой вид. Выбираем, нажимаем открыть. Путь к нему прописался. Замечательно. Следующим делом еще два обязательных параметра. Параметр Match Bitmap. Если его не поставить, а ставить какой-то другой, картинка исказится. Пропорция потеряется. Match Viewport подгонит картинку под окно проекции, то есть растянет ее. Match Rendering Output подгонит ее под финальный размер окошка визуализации рендера. Ну, кто-то из вас-то знает, кто-то еще пока нет. Познакомитесь. Ну, в любом случае, ни первый, ни третий нам не подходят. Match Bitmap, чтобы пропорция картинки сохранилась. Display Background. Тоже важный момент, который позволяет видеть картинку. То есть она по умолчанию включена, но в будущем, когда картинка нам будет не нужна, мы ее сможем таким образом отключить, сняв просто галочку отсюда. И второй параметр, который не включен, но очень-очень нам нужен и важен, это параметр Lock Zoom Pan. Благодаря этому параметру картинка у нас привязывается к виду из камеры. То есть при перемещении камеры, там вида слева, вида спереди, картинка будет двигаться вместе с ней. Так и должно быть. Если не поставить галочку здесь, эту настройку не поставить, то геометрия будет двигаться, а картинка будет прилеплена статичной. Вам каждый раз придется их стыковать заново. Вот, и давайте нажмем ОК и посмотрим на результат. Загрузилось. Хорошо. Отключим пока сетку на время. Тут вроде бы все в порядке. Давайте посмотрим вид фронтальный. То же самое, я сделал его активным. Альт-Б. Мне сейчас тут самое главное проверить два момента, будут ли стыковаться размеры моих изображений. Значит, вот я выбираю теперь вид спереди. Нажимаю Открыть. И те же самые параметры. Match, Bitmap, Display, Lock, Zoom, Pan. ОК. Есть. Вот, кажется, они уже немножко не в размере. Я сейчас могу это проверить тем, что, смотрите, создам бокс, коробку. Так, теперь быстро ее переведу в полигональный объект, для того, чтобы не параметрами ее изменять, а по точкам быстро ее подвигать. Включаю режим точек. Вот, и, соответственно, могу немножко задать форму. Я просто хочу проверить размеры, стыкуются ли, не стыкуются. То есть, верхушку я вот подтягиваю сюда, к верхней части его, а низ, соответственно, вот сюда, к нижней части пасти. То есть, видно, что на боковом виде он занимает у нас всю его морду, да? А здесь только лишь его кусочек, видите? То есть, вот уже не стыковка размера. Поэтому то, что мы делали, те манипуляции, которые мы делали, со стыковкой, в принципе, сейчас абсолютно на нет свелись. Это не то, что нам нужно. Поэтому такой вариант нам не подойдет. Давайте отключим эти фоновые картинки. Я еще раз через Alt-B отключаю это. То есть, иногда бывает стыкуются нормально, проблем нет. Но иногда бывают, видите, не совсем хорошие результаты. Значит, Display Background убираю тут и убираю здесь. Все, она ушла. Теперь придется, значит, пользоваться вторым вариантом. Он немножко сложнее, но зато он у нас 100% рабочий. Значит, что это за вариант? Этот вариант подразумевает в себе следующую вещь. Мы создаем с вами простой объект. Это может быть бокс, это могут быть два плейна, две плоскости. Я почему беру бокс? Потому что размерами проще манипулировать. Но это, как правило, не панацея. То есть, как вы считаете нужными, так и делаете. Я создал бокс. И следующим делом я его обязательно сразу выравниваю. Центрую. То есть, правой кнопочкой мышки по значкам спиннера при включенном инструменте перемещения координаты сбрасываются в ноль. То есть, он четко по центру системы координат моей стоит. Следующим шагом я убираю у него ненужные мне части. Для этого я его, конечно же, перевожу в... Нет, обманываю. Нет, пока не перевожу. Чуть попозже переведу. Пока тут нужно еще с размерами немножечко кое-какие вещи сделать. Смотрите. Если мы сейчас с вами обратимся к нашим чертежам. Откроем их. В частности, я, допустим, воспользовался просмотрщиком, который здесь у нас установлен, Irfan Viewer. Внизу он показывает размеры картинки. Нет, вы это просто можете в свойствах файла посмотреть. Вот. Он тоже должен здесь показывать параметры. Может быть, где-то там на закладочке подробно. Вот. Есть размеры, его тоже можно посмотреть. Либо даже просто в степке состояния. Вот тут тоже размеры отображаются. Вот. Значит, вот размер картинки. Смотрите, 366 на 376 пикселей. Значит, я этими размерами могу воспользоваться для того, чтобы у бокса создать такие размеры, при которых эти картинки идеально бы к ним потом подошли, состыковались без растягивания. Это очень важно, потому что если вы сразу этого не сделаете, то потом при нанесении картинки у нас создадутся проблемы с растяжением. Они будут растянуты. Поэтому, что я делаю? Это вид сбоку. Вот. О, господи, вид спереди. Вот. Вид спереди. Вот у нас. Соответственно, я вид спереди делаю такого размера, как у меня вот эти картинки. То есть, 366 основания на 376 высота. Но здесь прям так идеально я это не могу подогнать. Мне главное, чтобы эти цифры соответствовали. Их не обязательно прям тут полностью вписывать. Там 366 метров, да, на 376 метров. Я сделаю похитрее. Значит, параметр длина меня пока не интересует. Мне нужна ширина. Вот она. И мне нужна высота. Я смотрю на фронтальный вид. Значит, высота у него вот 366. Поэтому в параметре высоты... Не, это ширина, наверное. Первая ширина, а вторая высота. По идее, так он, наверное, показывает. Да, потому что он вроде выше тут немножко. Поэтому, наверное, это все-таки у нас... Это ширина его, наверное, да. А вторая цифра, это как раз его высота. Поэтому 366 это ширина. Вот наша ширина 366. Я здесь вот что делаю. Ставлю там 3,36. То есть цифры те же самые, видите, 3,36. Такие же, как и здесь. Но я за счет запятой не делаю ей там какой-то мега-колоссальный размер. А вторая, соответственно, 376. Это у нас высота. Вот она, 376. Вот теперь у этой плоскости, у этой плоскости точно такой же размер, как у этой картинки. Не в пикселях, а просто пропорция, скажем так, одинаковая. Ширины и высоты. То есть эта картинка нанесется на нее уже без искажений. Хорошо. И второй момент, это боковой ракурс. Вот он. Здесь высота точно такая же. Мы их не зря в фотошопе стыковали. У них высоты одинаковые. 376. Поэтому уже ее менять не надо. Тут остается изменить только длину этой коробки. 8,34. Вот она у нас. 8,34. Есть. Вот теперь эта наша коробка точно в такой же пропорции, как и наши чертежи. И теперь мы можем эти чертежи с вами на эту коробку нанести. Как это делается? Вот теперь уже, когда я с пропорцией угадал, коробочка у меня отцентрована. Это мне важно будет для симметрии в будущем. Я ее уже перевожу в полигональный объект. Теперь в полигональном объекте я убираю ненужные части. На уровне полигонов я у этой коробки могу поубирать ненужные мне части. Мне здесь нужно только следующее. Мне нужен один боковой ракурс и один, соответственно, ракурс спереди. То есть фактически вот все, что мне нужно. Но видите, я первоначально беру бокс только по той причине, что его проще стыковать. Фактически то же самое можно было сделать двумя разными плейнами, плоскостями. Одно подобрать размер, потом второй. Но почему-то привык делать это с боксом. Поэтому такая вот штука. Вот получаю такую вот конструкцию. Теперь следующим шагом я еще их отсоединю друг от друга. Сейчас они один целый объект. Видите, они перемещаются как одно целое. Мне это не очень удобно, потому что мне их нужно будет разносить в разные стороны. Поэтому я, выделив один из них, используя в полигонах, напомню вам, у нас команда Detach была, которая отсоединяет. Я делаю Detach для того, чтобы отсоединить объект. Тут на стройках можно просто ОК нажать, ничего не менять. Вот у нас один объект независимый, если нужно, я его тут могу вынести в сторону. Вот у нас другой. Я их двигаю по осям свободно, главное не двигать их относительно симметрии. То есть вот тут я их могу двигать как угодно, этот кусочек. Его главное вот тут не сдвинуть. А этот наоборот, я вот так его могу двигать куда хочу, главное вот тут не сдвигать. Потому что относительно симметрии нарушается соотношение. Теперь можно, соответственно, сделать следующее. Во-первых, я им опорные точки верну в центр, выделю их. Но это уже так, элементы удобства, нежели какое-то обязательное требование. Выделил на третьей закладочке эффект Pivot Only Center to Object, чтобы просто удобнее было их перемещать. Не в центр тянуть, а сразу за край. Вот таким вот образом. И дам им имена соответствующие этой геометрии. Этот объект назову, например, там Front View, как-нибудь так, вид спереди. Этот, соответственно, там Side View. Вид сбоку. Есть. Следующим шагом очень важно проверить на соответствующих видах, на виды слева и на виде спереди, что геометрия у нас находится за сеткой. Потому что если она будет находиться перед сеткой, вот как сейчас, она перекроет нашу геометрию динозавра, которую мы будем моделировать. Поэтому важно, чтобы он находился сзади. Именно для этих целей я их отсоединил, чтобы иметь возможность их двигать. Видно, что и тут, и тут сзади. То есть, если я теперь создам здесь коробку, которая будет там являться телом моего динозавра, видите, она не перекрывается этими объектами. Она впереди. У нее лучше видно. Хорошо, часть работы сделана. Давайте сохраним сцену, потому что мы столько наделали, что обидно будет, если потом это все потеряется. Так, значит, в папочке сцены мы назовем здесь эту сцену. Как-нибудь там 0.1, допустим, там Base Plane Setup, то есть базовая настройка плоскостей наших проекций, там 0.1. Именовать можете как угодно. Я лично при именовании люблю очень в имени, чтобы присутствовали фразы, поясняющие какой это этап, что это за состояние. Я очень часто ставлю впереди индекс, который показывает какое-то определенное действие, и в конце индекс, который показывает порядок. То есть, например, если там я пересохраняю эту сцену, первый индекс я уже не меняю, он относится к базовым вещам, а второй там делаю 2, 3 и так далее. Когда я до какого-то нового дохожу этапа, я там меняю первый индекс 0.2, там и переименовываю, там создание формы, там и новый индекс. Ну, я для себя сам придумал такую систему, я просто как бы вам ее озвучиваю, а вы, конечно, вольны выбирать, как вам будет удобнее. Поэтому давайте сохраним. Все, сцена сохранилась. Теперь следующий этап. Это только лишь часть работы, на самом деле еще не все доведено до ума. Следующим делом нам нужно этим плоскостям присвоить наше изображение. Для этого мы вызываем редактор материала. Буковка M, напомню вам. Компактная версия вполне здесь подойдет. Нам сейчас не нужны здесь ноды суперсложные, поэтому просто вот два материала. Беру первый из них в слоте активный и называю его, например, там фронт, фронтальный материал вида спереди, а рядышком его соседа называю, допустим, сайт. Материал, материал сбоку. И, соответственно, присваиваю им этот материал своим геометриям. Это вид у нас спереди. Вот у нас вид спереди. Выделил, выделил материал и кнопочкой присвоил. Есть. Второй точно так же. Выделил, выделил материал, присвоил. Сейчас вот у меня еще один момент. Они темные, видите, это потому что нормаль отвернута. Не та сторона. Поэтому, если нужно, это не проблема. Вы выделили этот полигон. И у нас в настройках полигона команда Fleet переворачивает нам нашу нормаль в нашу сторону видимую, чтобы мы видели не темную сторону, а, соответственно, нашу поверхность. Есть. Вот материалы есть. И следующий момент, который я сделаю, это присвоим текстуру. Вот. Растровую текстуру. То есть, напомню вам, мы это можем сделать, либо воспользовавшись кнопочкой вот здесь, возле цвета диффузионного, либо на закладочке Maps, карты, если щелкаем возле параметра диффузионного цвета. Если вам удобнее в расширенной версии, пожалуйста, делайте в расширенной нодой там. Разницы никакой нет. Это три одинаковые способа. Я, например, щелкну здесь. Откроется просмотрщик карты материалов. Я здесь раскрываю свиток карты. Выбираю Bitmap, то есть это растровая карта. И нажимаю ОК. Видите, с чем хорошо папка проекта. Он даже сам уже понимает, где что лежит, и каждый раз на это место адресует нас. Выбираю наш вид спереди, нажимаю Открыть. Картинка загрузилась. Напомню вам, если вы работаете в компактной версии, здесь нужно подниматься на уровень вверх. То есть, каждый раз, когда вы присваиваете материал, вы попадаете в его настройки, в настройки карты. А чтобы попасть в настройки материала, нужно вот этой кнопочкой Go to Parent подняться вверх, снова в настройки материала. Вот наш материал присвоен, но мы его пока не видим на нашей плоскости, потому что нужно включить его отображение. В компактной версии вот эта кнопка, которая показывает карту нам в нашем материале. Нажимаем, он у нас отображается. Есть. Вот наш один вид готов. Следующий момент, который я тоже обязательно делаю, это параметр Self Illumination. Дело в том, что наш материал может не всегда хорошо читаться. В будущем, когда мы будем использовать дополнительные другие ракурсы, не всегда может быть хорошо видно картинку. Поэтому мы с вами для удобства включаем еще параметр Self Illumination. Тогда материал подсвечивается, и изображение видно лучше. То есть, просто его в значение 100 поднимаете, он тогда хорошо виден. И можно еще включить параметр ToSide, двухсторонний, чтобы он был виден с обеих сторон нашей плоскости, и с видимой, и с невидимой. И то же самое делаем здесь, во втором материале. Заходим в диффузионный канал цвета, параметр Bitmap, указываем вид сбоку, открываем его. Сейчас мы в его настройках поднимаемся выше к материалу. В материале включаем показ в окне проекции. После этого включаем параметр Self Illumination, он задает максимальное значение, и двухсторонний. Вот сравните, то есть без Self Illumination, с серой, и с ним, с Self Illumination. Он тогда у нас светлый. Вот таким вот образом. Поэтому вот у нас теперь уже готов наш материал. То есть теперь мы можем работать. Единственное, что сразу сделаем следующее. Во-первых, вынесем на отдельный слой эти вещи, потому что мы их можем нечаянно сдвинуть в процессе работы. Это нам не нужно. Поэтому, воспользовавшись менеджером слоев, я создаю новый слой. Нулевой слой, на котором мы будем моделировать, пусть он и остается. А мы делаем новый слой. Щелкаем вот Create New Layer. Создается новый слой. На этот слой мы должны занести два этих наших объекта. Мы их выделили, и значком плюсик забрасываем их сюда. Они у нас на этом слое теперь. Если я его спрячу, смотрите, они прячутся вместе с ним. Единственное, не забудьте, пожалуйста, после того, как создан новый слой, вот эту галочку перенести наверх. Галочка говорит о активности слоя. То есть это слой по умолчанию. Галочка обозначена тот слой, на котором будут создаваться объекты. Если у вас слое по умолчанию спрятан, то вы будете создавать объекты, но их не видеть. Поэтому, чтобы этой путаницы не было, держите всегда слоем по умолчанию нулевой слой. А теперь все, что нужно, так это я ставлю параметр freeze, заморозить, чтобы не иметь возможности их двигать. Но только это дело, видите, сразу они серыми становятся. Имеет смысл зайти в настройки этих плоскостей, выделить одну, вторую, через контекстное меню выбрать свойства properties, свойства объекта, и поставить тут один параметр show frozen gray, снять его. Именно он делает объекты, которые заморожены серым. А когда мы его снимаем, да, то есть выделили объекты, выделили наши плоскости, правой кнопочкой мышки вызвали контекстное меню, и зашли в object property, свойства объекта. И здесь, в этих object property, свойствах объекта, в открывшемся окошке, снимаете галочку возле параметра show frozen in gray. То есть этот параметр заставляет при заморозке объекты отображаться серыми. А нам это не нужно, потому что нам нужно видеть картинку нашу, поэтому мы отключаем для наших плоскостей этот параметр. И теперь нажимаем ОК кнопку. Теперь, смотрите, если я заморожу этот мой слой, кстати, можно его, кстати, переименовать, щелкнув по нему два раза. Называть его как-нибудь планы. Вот, если я его теперь заморожу, вот какой интересный эффект. Картинка видна, но выделить я ее не могу, видите. То есть теперь я могу смело работать с другими объектами, не боясь, что этим не будут мешать. А слоем по умолчанию стоит нулевой слой, то есть вся геометрия будет создаваться на этом слое. Вот таким вот образом делается вся подготовительная работа к этому делу. Вот. Следующим шагом, в принципе, но об этом мы уже поговорим в следующий раз, у нас будет как раз создание габарита нашего динозавра. Мы создадим обычный бокс, начнем его детализировать, добавлять и по точкам разносить, для того, чтобы как можно точнее передать эту форму. То есть следующее занятие мы как раз посвятим с вами именно вот этой вот детализации, создание его низкополигональной, то есть имеющей мало полигонов, низкополигональной форме, для того, чтобы иметь возможность ее потом отправить в мудбокс и там уже довести до нужного приемлемого вида. Хорошо, тогда на сегодня на этом все. Сделаем остановочку. Может вопросы у кого-то или пока все понятно? Пока ясно. Хорошо. Все, тогда, значит, в следующий раз с вами продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok